Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Сразу представлю гостя. В нашей студии директор муниципального предприятия Самары трамвайно-троллейбусное управление Сергей Быков. О том, как обстоят дела на предприятии, какое обновление ждет трамвайно-троллейбусный парк, будем говорить сегодня. Здравствуйте, Сергей Павлович! Здравствуйте, здравствуйте, наши телезрители! Мы с вами встречались, когда вы только что приступили к обязанностям руководителя, и прошел уже почти год, и я предлагаю вам подвести первые итоги. Что, на ваш взгляд, изменилось за это время на предприятии? Что первое и важное вы можете отметить? Я думаю, что в первую очередь изменилась атмосфера между руководством трамвайно-троллейбусного управления и рабочими. Потому что мы развернулись лицом к тем людям, которые вообще выпускают транспортные средства, работают на них, работают практически сутками. Очень плохие условия для работы, негде и чай попить, и так далее. Вот на это внимание мы стали обращать и... Такие социальные аспекты, да? Главное, это люди, конечно. Люди, люди. В первую очередь, это люди. Да. Но, как все жители города замечают, обновляется и парк техники, потому что мы видим на линиях трамвайных новый трамвай. Вот троллейбусы что-то не помню, но, может быть, просто не заметила. Скажите, расскажите об этом. Как парк техники обновляется, что поступает? И, главное, какие преимущества по сравнению со старыми моделями? Ну, в первую очередь, это в рамках подготовки к чемпионату мира. Руководством города и области были предприняты меры для того, чтобы обновить парк и трамвайный, и троллейбусный. Вот с февраля по май было получено уже на сегодняшний день 20 троллейбусов и 20 трамваев. Трамваи Усть-Катавского производства и троллейбусы города Энгельс, Троллза, Саратовской области. Тоже наши. Тоже наши, все российское производство. Есть преимущества, конечно, по сравнению с чешскими трамваями. Это и уже современное оборудование, и у водителя. Вот в трамвае 40% низкого пола, это позволяет меньше на ступеньки заходить. И, соответственно, люди, которые имеют ограниченные возможности переезда куда-то, вот запросто могут уже на тележках, могут даже перевозиться коляски с детьми для перевозки из одного конца в другой город нашего города. Да и просто, вот мы привыкли говорить об инвалидах, да, но просто человеку даже пожилого возраста намного легче. Да и любому человеку, когда ниже подставка. Конечно, и мало того, что не было условий для водительского состава ни троллейбусов, ни трамвая. Сейчас есть уже кондиционер, так сказать, современный. Они будут в хороших условиях, и я надеюсь, это как раз поможет людям работать и в жару, и в холод. Вот есть соответствующее уже современное отопление. Но, конечно, вот из 20 трамваев входит пока только один. Вот идет же такая техническая апробация, наверное, да? Совершенно правильно. Потому что видно, такой красавец трамвай, вот насколько я помню, такой белый. Это вот какой трамвай? Это белый был метелец, это белорусского производства. А, понятно. А вот, кстати, раз уж мы заговорили о нем, приняли его? Как бы вот все прошло технически? Он испытания, технические испытания прошел, его увезли опять в Белоруссию. Там часть, конечно, была недостатков в этом трамвае, да. Неудобный проход, очень неудобный, ни для прохода кондукторов, ни для прохода пассажиров. Очень узкий проход. Внешняя красота, это не о многом еще говорит, красивый, но есть недостаток. Эти трамваи односекционные, которые пришли в количестве 20 штук, они совершенно уже по-другому. Там очень широкий проход. Есть вот условия для не только прохода, но и люди, чтобы могли спокойно присаживаться. Кресла очень удобные. Я уже сказал, что низкопольный пол, вот 40% трамваи. А в троллейбусах, кстати, в Энгельском, почти, то есть все 100%, то есть там полностью низкий троллейбус. То есть можно спокойно проходить, без всяких уклонов, очень удобен. Но будем смотреть, как они будут себя показывать еще на практике. На практике уже через какое-то время, чтобы прошли, да. Сергей Павлович, вот какое-то время назад говорили о Wi-Fi в трамваях. Вот этот эксперимент, он как-то будет продолжаться? В этих трамваях и троллейбусах Wi-Fi нет. Но они будут обязательно в тех трамваях, которые будут еще закупаться к чемпионату мира. Как раз они называются трехсекционные. У нас уже есть на дорогах нашей Самары два трехсекционных трамвая. Один тоже Усть-Катавского производства Челябинской области, а другой трамвай Екатеринбургский. И будете сравнивать, какой лучше? Есть книги отзывов, и мы, самарцев, просим не проходить мимо этих книг, высказывать свое мнение. А они где? Они в трамваях? Прямо в трамвае. Там большая книга, есть ручки, так что можете, не надо искать ничего, брать с собой. Нам нужно только ваше мнение, потому что на это мнение будет обращать руководство города, области, и будут принимать решение, какой трамвай соответственно приобретать. Замечания можно написать, какие-то замечания, не только вот плюсы, а вот как раз, чтобы покинуть дальнейшую книгу. Конечно. Так мы этого и ждем, чтобы наши самарцы и плюсы, и минусы отметили, чтобы потом можно было предъявить какие-то претензии, чтобы завод устранил там эти недостатки, ну и так далее. Да. А давайте посмотрим на эту технику новую, потому что наши корреспонденты были как раз на презентации, а потом продолжим разговор. Давайте. Трамвайное депо полно новой современной техники. Всего несколько лет назад водители трамваев и троллейбусов могли о таком только мечтать. А сегодня получают ключи от нового подвижного состава. Троллейбус нового поколения Алексей Тишин обкатал без пассажиров и уже оценил все преимущества. При форс-мажоре, если вдруг в проводах отключат электричество, машина сможет проехать несколько километров на аккумуляторе. В управлении легче, мягче идет по дороге, чем старые троллейбусы. Водители трамваев также в восторге от новых вагонов. Все они низкопольные, оборудованы кондиционерами и камерами видеонаблюдения. Три камеры салона и наружные камеры, три штуки включены. Это удобно при скоплении машин. Это ты можешь посмотреть, как прошел вагон, хорошо, не хорошо, не задели ли кого-то, стоит ли кто-то около вагона. Если идет посадка, высадка пассажиров, бывает так, что в зеркалах не все можно увидеть, есть мертвые зоны. И вот по камерам больше можно обзора получить. Десять новых троллейбусов и столько же трамваев выйдут на маршруты уже в ближайшее время. Сегодня их презентовали первым лицам. И это не все обновки. Только в прошлом году в Самаре закупили более сотни троллейбусов и автобусов. А вскоре в город приедут еще порядка двух десятков единиц машин. 63-й регион вообще лидер по обновлению общественного транспорта. Одна треть всех субсидий из федерального бюджета получила именно Самарская область. В этом году придут, еще в 17-м году будут приходить, и я думаю в 18-м году еще к чемпионату мира мы успеем закупить дополнительно. Основные маршруты будут точно закрыты. Предстоящему Самаре-Мундиалю планируют закупить и трехсекционные трамваи. Один уже прошел тест, это белорусская метелица. А усть-катавский состав еще пока сдает экзамен. В очереди уральский трамвай. После того, как выберут лучшую модель, по самарским рельсам будут курсировать 10 суперсовременных трамваев. Вы уже упомянули о том, что все вот эти изменения так или иначе приурочены к чемпионату мира в 2018. Вот хочется увидеть картину такую вот для горожан. Что все-таки поменяется? Что будет нового? Что изменится в 2018 на такой срок? Ну, я уже сказал, что сейчас вот идут испытания двух-трехсекционных трамваев. Их будет, конечно, не два. Пока по планам это где-то около 30 будет штук. Они будут соединять наш вокзал и стадион, где будет проводиться чемпионат мира. То есть новая линия появится, да? Да, новая линия появится от Ташкентской вдоль Московского шоссе и как раз до стадиона. И мы соединим вокзал и стадион. И это будет соединение не только во время чемпионата мира, но и после, когда будут проводиться на этом стадионе наши футбольные матчи с участием наших крылышек. То есть он останется, этот маршрут? Конечно, это останется. А вот в проведении чемпионата мира она как бы будет, эта линия, ну, можно сказать, в кавычках скоростной, потому что будет всего 4-5 остановок. И в самое короткое время люди будут доставляться от вокзала до стадиона. Еще хотел бы сказать, что вот, да, у нас сейчас два трехсекционных трамвая. И обращаю внимание наших самарцев, что в августе уже есть такая договоренность, придет еще один современный трамвай с Екатеринбурга. Это салон пассажирский, который завоевал первое место на фестивале в Японии. Это самое первое место, которое мы заняли, вот Екатеринбург, это самый суперсовременный вот салон пассажирский, который мы надеемся увидеть уже в августе. Так что... Будем следить. Будем следить. Обязательно. Вот все-таки вот такая мысль, что санкции идут и на пользу, да? Вот как-то вот наши мобилизуются предприятия, что-то готовят новое и конкурентоспособное. Вот вы уже называли и Усть-Катав, и Екатеринбург, и даже вот Беларусь, и все равно вот наша. Нужно использовать вот эти вот... Вы знаете, наверное, я с вами полностью согласен. Вот действительно санкции заставляют работать все наши предприятия и работать очень... Очень качественно, в том числе и нас. Вот тот капитальный ремонт, который у нас был на предприятии, конечно, он, ну, по моему мнению, не очень был достаточно хорош. Есть хорошие передовые опыты в Ижевске, в Екатеринбурге, в Татарии, где практически на старой тележке делается новый трамвай. Новый, с новым кузовом. Вот мы, перенимая этот опыт, в ближайшем будущем будем выпускать уже, так сказать, после капитального ремонта уже тоже наш самарский трамвай. Да. Ну, не случайно вы с самого начала заговорили о людях, потому что кадры это все, это хоть и старое выражение, но все-таки оно себя оправдывает. В прошлом году вы говорили о том, что был создан учебный центр. Хотелось бы тоже услышать от вас подведение таких первых итогов, сколько было выпущено специалистов, какого уровня, как они себя оправдывают, показывают уже на маршрутах. И работает ли он сегодня? Сколько там людей обучается? И можно ли еще поступить на обучение? Ну, учебный центр работает до сих пор и будет работать, я надеюсь. Оправдывает себя. Да, оправдывает, совершенно правильно, потому что в прошлом году мы обучили 55 человек, все они трудоустроены. В этом уже году тоже было обучено 20 водителей трамвая и троллейбуса, и теперь принято на работу к нам в ТТУ 75 человек. На настоящий момент обучается 95 слушателей и водителей трамвая и троллейбуса. Они получают стипендию, она сейчас немножко побольше, сейчас она около, там, больше 6 тысяч рублей. Также предоставляются места в наших общежитиях тем, кто нуждается. География этих слушателей очень большая. Очень большая. Это и Оренбург, это и Ульяновск, и Туапсе. Да, да, да. И из других регионов к нам приезжают и хотят работать в Самаре, вот именно на нашем городском электрическом транспорте. А нет никакого такого гарантийного срока, а то приедет, человек обучится, поживет в общежитии, получит стипендию и уедет. И дальше ездить на трамвае в другом городе. А мы с ними заключаем контракт, чтобы они работали именно в нашем управлении, на нашем производстве определенное время. Вот после этого, когда, если вдруг они не захотят, но мы будем стараться все, чтобы они не только хотели, но и были... Чтобы удержать и были довольны. Были довольны всей этой работой и работали столько же, сколько наши ветераны, которые работали на трамвае, например, по Романову, 50 с лишним лет отработал водитель. Я думаю, что многие журналисты с ней, это потрясающий действительно человек, который так отдается своей работе, любит до сих пор, хотя она ушла, и она вот только о трамваях и говорит с очень большой любовью. Потому что, и действительно, вот когда разговариваешь с ней, начинаешь понимать, какой это труд, потому что встают они в 3-4 утра, выходят уже на работу, и вот в течение дня ездить, работать с пассажирами, следить внимательно за дорогой, потому что это же опасность, но определенная. Конечно, они же ввозят людей. И ответственность какая огромная, да. И вот как раз к этой теме я хотела перейти, потому что наступает лето, время ремонта дорог, то и дело закрываются у нас участки. Сегодня на что обратить внимание? Где будет проходить ремонт трамвайных путей? Может быть, вот какие-то перекроются участки или что-то? На что обращать внимание? Ну, я хотел бы уже сегодня обратить внимание наших самарцев о том, что с сегодняшнего дня, это в 24.00 было закрыто движение Московское шоссе и Ташкентское, по которому ходили как раз вот 22 маршрут, самый наполняемый. Теперь вот в течение месяца, полутора месяцев он ходить по этому маршруту не будет. У него будет маршрут другой, 15-й микрорайон по Ставропольской, в Рубеля, овраг подпольщиков и дальше в город и также из города по обратному пути. То есть, 15-й микрорайон мы никак не оставили, мы полным образом оставили этот маршрут, чтобы он ходил в город и людей перевозил вот из 15-го микрорайона в город и обратно. Есть там небольшие изменения по 24 маршруту, он доходит до 15-го микрорайона и уходит опять к заводу Прогресс. Ну, в принципе, все остальные трамваи по тем же самым маршрутам, как ходили, так и будут ходить. Ну, и перекрыто, естественно, Московское шоссе и Кирова, где не ходят троллейбусы 4-й, а 4-й короткий там. Вот что связано с Поляной Фрозой, тоже пока временные трудности. Поэтому я обращаюсь к нашим самарцам, чтобы они правильно все это поняли. Мы будем стараться сделать все, что необходимо от нас для улучшения перевозок. Если какие-то будут предложения, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните и обращайтесь через наш сайт по телефонам, который я потом попозже скажу. Если будут какие-то предложения, мы будем прислушиваться и делать все, чтобы устранять все недостатки. Значит, связь с пассажирами выстроена у вас. Главное, желание и возможности есть для обратной связи. А, кстати, вот по этому маршруту, по 22-му, мы внимание как раз обратили на предложение наших граждан, которые проживают в 15-м микрорайоне. Вот так. Есть реальная польза. Поэтому нужно пользоваться вот такими моментами, я обращаюсь к гражданам, сообщать о своих пожеланиях, потому что это же взаимные интересы. Вам же тоже интересно, чтобы все были довольны пассажирам, и вы тоже идете на встречу. Мы в первую очередь заинтересованы в этом. Конечно, да. Но, наверное, возникают ситуации не очень приятные, а иногда даже конфликты, конфликтные с автомобилистами. Вот как складываются отношения водителей трамваев и троллейбусов с автомобилистами? Вот на что тем же водителям машин обратить внимание? Есть какие-то запреты, которые не все вообще на них внимание обращают? Вот что нужно помнить, находясь за рулем автомобиля? Вы знаете, мы с вами говорили по этому поводу еще и в прошлом году, и как бы обращали внимание наших водителей на соблюдение правил дорожного движения, культуру, вождение. Все-таки дисциплина хромает у нас в Самаре водительская. И обгоняют, и подсекают, и тормозят перед самым прям трамваем, и водитель вынужден трамвай, естественно, резко тормозить, потому что правила не соблюдаются. А там кто-то, если вдруг не удержался, естественно, люди падают, получают травму. Поэтому я обращаюсь к нашим самарцам, уважаемые водители. Большая просьба, соблюдайте правила дорожного движения, и все-таки давайте быть самыми культурными в России. Тогда мы не будем обращаться в суды для возмещения ущерба. В прошлом году мы обращались в суды, и было взыскано 816 тысяч рублей за весь год. За 4 месяца уже взыскано 700 тысяч рублей. То есть работа эта увеличивается только, поэтому нам бы не хотелось и не взыскивать, просто работать в удовольствии, чтобы людей перевозить, и чтобы никто от этого не страдал. Нужно помнить, что приоритет у трамвая, вот эту мысль держать в голове, что если трамвай останавливается, нужно пропускать и пассажиров, которые выходят. Если трамвай начинает двигаться, то машины тоже останавливаются вот так вот. Приоритет, я полностью с вами согласен, приоритет вообще должен и пешеходам, и тем людям, которые являются пассажирами в первую очередь. Это должен быть приоритет. Надо просто уважать тех людей, которые сидят там. Сколько случаев у вас перебью, когда просто сбивают автомобилисты тех пассажиров, которые выходят из трамвая? Вот сколько было таких случаев? Несутся? И вот на Новосадовой, по-моему, там такой есть такой участок. Да, да, да. Были такие случаи, были, они и есть, но я по этому поводу и говорю, что все-таки надо быть и сдержаннее, и культурнее. Все-таки мы Самара, центр России, мы поэтому должны быть центром культуры еще. Да, ой, вот это очень хорошая установка вообще, потому что от вопросов культуры очень много на самом деле зависит. Но я не хочу, чтобы сложилось такое впечатление, что ТТО – это только водители трамвая и троллейбуса, там же очень много технических работников. Вот, допустим, интересный процесс мойки трамваев, о котором тоже вот, ну, выходит чистый трамвай на улице, никто не задумывается, как это происходит, сколько раз, когда. Давайте посмотрим сюжет, а затем продолжим разговор. Двадцатка встает под щетки портальной автомойки всего на несколько минут. За это время кузов оттирают до блеска. Конвейер чистоты работает в усиленном режиме. В городе месячник по благоустройству, идеальное состояние трамваев, вклад, который хотят внести сотрудники депо в общее дело. В пределах месячника, который вот начался, вот первого апреля, мы подвижной состав помоем весь и не один раз. И плюс идет вот усиленная эта уборка внутри салонная. Какая машина выходит в рейс, от этого зависит не только ее внешний вид. Частота в городском транспорте создает настроение, а это и залог здоровья, и производительности труда. В Северном депо 143 трамвая, а всего в городе отмыть от зимней спячки надо 424 машины. Подвижной состав обновляется, но есть и такие экземпляры, которые на рельсах с середины 70-х годов прошлого века. Вагон типа Т-3. Эту машину по праву можно назвать трамвай из прошлого. Многие работают на линии уже по 40 лет. В 2015 году проводилась модернизация этих трамваев. Это когда старым оставался только кузов, а все электрооборудование заменялось. Совершенствуется и система обслуживания трамваев, но до сих пор самым надежным инструментом мойки является вот такая вот щетка. Щетка и руки уборщика – то, что поддерживает порядок в салоне. Валентина Павловна раньше работала водителем, стаж 36 лет. Потом из-за профзаболеваний перешла в мойщице. Теперь ее мечта, чтобы пассажиры следили за порядком в транспорте, как у себя дома. Бумажки оставляют, но за сиденье сюда бумажки сует постоянно. Ноги ставят на подножки, на отопление. Сначала потолок, потом окна, стены и пол. Последними отмывают ступени, оттирают все надписи. В чистом трамвае и дышится легче. Приятно, конечно, приподнятые, пассажиры довольны. А это значит, что мойщики выполняют задачу не менее важную, чем водители и специалисты по техническому обслуживанию трамваев. Опять же разговор о людях, о специалистах. Я хотела бы, чтобы вы напомнили те условия, которые созданы для работников в ТТУ, и телефоны, по которым можно обращаться. Вот есть такой социальный пакет, допустим. Почему это интересно прийти работать? Что может привлечь работников в ТТУ? Ну, во-первых, по социальному пакету действительно есть у нас дополнительные отпуска. Мы даем тем людям, которые работают на тяжелых условиях труда. Но имеется у нас туристическая база. Она уже с 11 июня начнет свою работу. Поэтому мы приглашаем всех, не только наших работников, но и всех самарцев, которые желают отдохнуть. А где она, в какой зоне расположена? Это в районе села Рождествено, на той стороне нашей реки Волги. Очень хорошая база, будет с питанием, естественно. Но вот цены и сроки, это все у нас на нашем сайте. И по телефону. Вот еще раз напомнили, чтобы... Если какие-то будут вопросы возникать по трудоустройству и по нашему трамваю, по маршрутам, по недостаткам, пожалуйста, телефоны 338-17-06 и 309-94-66. Ну, вы сказали, относительно медленно успеют записать люди. И к злободневному все-таки вернемся, к сезону лета. Это, опять же, время ремонта, реконструкции и так далее. Вот реконструкция трамвайных путей, как она происходит? Только ли в ночное время? Или закрываются все участки с утра до ночи? И по каким маршрутам и в каких местах будет работа проводиться? Вот уже сезон начался, да, действительно, проводятся ремонтные работы. Мы не закрываем движение, как Самара-Трансстрой, вот по Московскому шоссе, там на месяц-полтора. Мы стараемся делать все для наших самарцев, чтобы этого никто не видел. Но, естественно, опять, где там рядом дома, и мы начинаем стучать. Вот, конечно, я просто еще раз обращаюсь к вам. Дорогие самарцы, поймите, чтобы сделать безопасным наши перевозки и трамвая, в первую очередь. Мы вот работаем по ночам, чтобы не мешать движению, чтобы не было пробок. Вот уже отремонтировали юных пионеров полностью, отремонтировали путепровод Кировский. Это где у нас Кировский рынок вещевой. И сейчас уже вот с завтрашнего сегодняшнего дня переходим на работу на Красноармейскую. Будем ремонтировать пути трамвайной Красноармейской, Галактионовской, Полевая, Новосадовая. Где-то около 15 километров мы должны отремонтировать в этом году и в следующем году. Поэтому мы будем стараться не мешать нашему транспорту. Пути надо ремонтировать в обязательном порядке, потому что имеется расхождение. И чтобы не было сходов и не травмировать наших людей, вот как раз мы занимаемся ремонтом этих путей. И мало того, эта работа еще проводится как раз для подготовки прохождения этих трехсекционных трамваев, чтобы они шли ровно, плавно, чтобы удовольствие получали те пассажиры, которые будут переезжать от вокзала и вообще просто на этих маршрутах, в этих трамваях и нашим самарцам. Да, нужно такое вот время обновления, нужно действительно задать такое вот направление обновления. И я, знаете, еще такую новинку отметила, тоже социального характера, плана, что на трамваях появляются такие, по-моему, спортсмены, да, социальные. То есть у вас такой аспект рекламно-социальный. Вот как вы к этому подошли? Потому что трамваи все видят, они всегда привлекают внимание и горожан, и гостей города. Вот эти идеи как возникли. Ну мы вплотную работаем с «Самара-информоресурс», это муниципальное предприятие, обсуждаем и рекламу, и в том числе, в первую очередь, социальную. Вот есть трамвай, прямо недавно совсем его, значит, рекламой оборудовали, крылья советов, звонили с клуба крылья советов, просили, чтобы перед матчем вот крылья советов... Футбольная тематика, конечно, нужно продвигать, да. Значит, там наши болельщики раздавали значки, шарфы, поэтому, да, какая-то там фигура будет большая, ходить тоже что-то вот будет раздавать. Мы, в принципе, конечно, не возражали, но... Готовы к такому сотрудничеству. Вот в подтверждении ваших слов предлагаю посмотреть сюжет, а потом мы завершим разговор. Спасибо. Ими гордится Самара, их должен знать каждый. Фотографии лучших спортсменов ЦСКА теперь красуются на бордах городского трамвая. С одной стороны, уже прославленные спортсмены, победители Олимпиад и чемпионатов мира. С другой, молодые самарские армейцы, подающие большие надежды. Беря пример вот с этих ребят, с этих людей, я думаю, наши ребятишки, да и просто жители города, начнут просто активно заниматься спортом. Кто-то из них станет олимпийским чемпионом, кто-то чемпионом мира. Поэтому такие акции, если мы будем проводить как можно чаще и как можно больше, я считаю, что жить станет легче. Очень много армейцев, спортсменов Самары, которые прославляют наш город. Но мы еще преследовали цель как военно-патриотическое воспитание. История Самары и история ЦСКА связана очень давно. Если клуб создан был в 23-м году в Москве, то буквально в 24-м году в Самаре при окружном доме офицеров была создана спортивная секция. Чемпиона по плаванию Александра Кудашева новость о том, что его фотография будет украшать спортивный трамвай, сильно удивила. Но скромничать не захотел. Стать лицом транспортного средства согласился не раздумывая. Если бы я был обычным человеком и увидел на трамвае таких ребят, как мы, во-первых, я был горд, что в Самарской области есть такие люди, которые чего-то уже достигли в своей жизни. И если бы я даже был человеком молодым, такой лет 30, например, я бы обязательно своего ребенка отдал в спорт. Символично, что трамвай, украшенный фотографиями спортсменов ЦСКА, вышел на маршрут в день основания армейского клуба. Покататься на нем смогут все, кому по пути 18 маршрут. Мы начали с разговора о людях, о работниках. И давайте этим же и закончим. Я считаю, что очень важна мотивация, выявление лучших в профессии. Вот эта работа у вас проводится? И может быть в ближайшем что-то предвидится? Вот какие-то конкурсы профессионального мастерства? Мы уже говорили и в прошлом году с вами о том, что у нас в прошлом году был как раз всероссийский конкурс. Но главное, чтобы это не останавливалось. Профессионального мастерства среди водителей трамвая мы заняли третье-пятое место. И те, кто занимает первое-третье место, это я сейчас уже, кстати, к популяризации именно этих профессий водителей трамвая, кондукторов, потому что проводятся конкурсы, они проводятся практически ежегодно. Вот только в апреле у нас был проведен конкурс профессионального мастерства среди водителей троллейбуса. Лучшие поедут уже с 25 по 27 мая в город Санкт-Петербург для проведения российского конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса. Мы надеемся, мы там займем одно из призовых мест. Но хотелось, чтобы все-таки мы заняли первое место. Да, ну мы вам, конечно, этого и желаем, потому что самарские специалисты, вот про педагогов нельзя не упомянуть, да, тоже стали первыми лучшими учителями. И, конечно, если будут и водитель троллейбуса лучшие в России, то это будет прекрасно. Но с такими пожеланиями я с вами прощаюсь. Благодарю за участие в эфире, благодарю и вас за внимание. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»